МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Которую мы озвучили, утроилось количество детей с излишним весом. Это в сравнении с 2000-м годом. Вы, как специалист, работающий с детьми, тоже замечаете, что всё больше и больше полных и тучных детей ходит по коридорам школы на переменах? Я думаю, что всё-таки количество детей с лишним весом действительно увеличивается. И по статистике, каждый четвёртый ребёнок имеет избыточный вес. То есть 25% детей. А что такое избыточный вес? Что под этим нужно понимать? Для того, чтобы узнать, избыточный вес или нет, нужно измерить индекс массы тела. Для этого нужно узнать рост и вес. И это мы узнаем во время осмотра у детей. И индекс массы тела измеряется. Вес поделить на рост в квадрате. Вес в килограммах на рост в квадрате. А насколько это вообще точный показатель? Потому что если говорить не о детях, то я, например, себя считаю довольно стройным человеком в нормальной физической форме. При этом индекс массы тела у меня показывает, что избыточный вес. Но индекс массы тела тоже для каждых возрастов, естественно, разный. И он варьируется. От 19 до 25 это же тоже варьируется. Это нормальный вес. После 25 до 30 это уже избыточный вес. После 30 это уже ожирение. Если, опять же, нужно измерять тогда талию ребёнка. Это нужно узнавать, насколько он занимается спортом, движется. Опять же, может ребёнок быть высокий. И, соответственно, он весит больше. И индекс массы тела может быть пограничный. Но это не значит, что у него большой вес. А что делают школьные медсёстры, когда видят, что у ребёнка избыточный вес? То есть они ему напрямую говорят, «Ребёнок, ты слишком толстый, тебе нужно как-то взять себя в руки». Или действуют каким-то иным способом. Так нельзя. Да, так нельзя. Это травматично достаточно. Как вы действуете? Дети все разные. Кому-то можно действительно напрямую сказать. То есть мы общаемся с детьми, опять же, во время того же осмотра. И поговорить, что ты думаешь о своём весе. И если ребёнок хочет, идёт на контакт, мы, конечно, с ним обсуждаем. Но первоначально мы во время осмотра все данные вносим в общую ДИГИ-систему. И это, в общем-то, предназначено для родителей. И родители, кому интересны результаты осмотров, и наши советы, мы, естественно, туда тоже пишем, могут это посмотреть, позвонить нам, обсудить все проблемы, если их что-то интересует. И в том числе и вес ребёнка, и зрение, и всё-всё-всё. Ну, хорошо. Если мы говорим об избыточном весе детей, то от чего это зависит? Потому что, с одной стороны, есть информация о том, что дети едят разную вредную пищу, едят слишком много. С другой стороны, что они очень мало двигаются. То есть это такая комплексная проблема? Или что-то из этого оказывает большее воздействие? И всё-таки это всё взаимосвязано. То есть ребёнок должен, если он во время днём получает калории, опять же, съедает больше, чем он их тратит, а тратит это движение, то вот он и получается, избыточный вес. Соответственно, всё должно быть в балансе, взаимосвязано. И дело, наверное, не только в количестве съеденного, но и в качестве этих самых продуктов. То есть, скажем, овощей, фруктов ешьте сколько хотите, а вот всякие булочки, печеньки, конфетки и подслащённые напитки лучше ограничить. Естественно, режим питания и культура питания должна быть... А вот насколько медсёстры вмешиваются в то, что происходит с питанием в школах? Я имею в виду то, что предлагается на обеды в столовой, то, что продают в буфете, может быть, аппараты стоят по продаже различных вкусностей? Обедами в столовах всё-таки занимаются фирмы, которые обслуживают эти школы, и они составляют меню с учётом необходимого колоража. И всё это описано с учётом того, что где есть лактоза, где нет лактозы. Этим занимаются всё-таки фирмы. Сёстры могут донести до дирекции школы какие-то, если они что-то видят необходимые, чтобы внести какие-то изменения или что-то, пожелания свои. Что-то изменить мы в коррознальной, конечно, не можем. Ну, если говорить о родителях, насколько часто проводятся какие-то информирующие беседы с родителями, когда медсестра или, скажем, какой-то социальный работник поясняет, что нужно следить за рационом ребёнка? Может быть, родителям самим стоит следить тоже за своим рационом, потому что ведь ребёнок все эти привычки получает в семье? Естественно. Личный пример – это главное. В каких случаях нужно, скажем, срочно обращаться и говорить с родителями, если мы видим, что ребёнок за какое-то короткое время, увидим, что он прибавил в весе. Это либо на осмотре, либо мы уже, работая какое-то долгое время в школу, мы знаем детей и в лицо, и после, скажем, лета мы с... После бабушки тоже заметно. Хорошо время. Приходит осенью в школу, мы видим, что вес ребёнок изменился, тогда мы, конечно, связываемся с родителем и спрашиваем причину. Это он просто поел или какое-то заболевание, и мы тогда можем это дело обсудить. Вообще есть мнение, что когда организм растущий, ему требуется очень много энергии, ограничивается ребёнка в питании. Это тоже не совсем верно. В то же время принято различать так называемый реальный и эмоциональный голод. То есть эмоциональный, который может быть связан со стрессом, вызванным, в свою очередь, той же самой школьной нагрузкой. Вот что здесь можно посоветовать? Ну да, реальный голод, это физически, это то, что наше желание просто поесть. А как одно от другого отличить? Реальный голод, это он наступает постепенно. Это не значит, что вот с ее секунды ты захотел есть, это реальный голод. Это потихонечку, в течение какого-то часа времени. А эмоциональный голод, это когда он наступает резко. Минуту назад ты не хотел кушать, сейчас хлоп и захотел кушать. Это да, влияет стресс. Но скорее всего, я бы сказала, что это больше на взрослых людей влияет. Для детей стресс и нагрузки все-таки выражаются в головных болях и в болях в животе. После чего они приходят к той же медсестре. И если это достаточно регулярно происходит, вот эти вот походы с головными болями и со всем, то тогда мы опять связываемся с родителями и анализируем вместе. Стресс, что-то неприятное в школе произошло или это действительно нагрузка. Ребенок, может быть, плохо спит, плохо какой-то режим дня сбился. Тогда это все. Насколько для ребенка, который идет в школу, важен завтрак? Потому что действительно это проблема. Некоторым мамам не хочется вставать раньше на полчаса, чтобы варить ему кашу или готовить бутерброды. Что вы скажете? Начнем с того, что завтрак должен быть. Все-таки обязательно. И желательно завтрак – это углеводы. Углеводы – это у нас каша и фрукты. Каша – это те углеводы, которые… энергия, которая дается ребенку на длительное время. Это сложные углеводы. А фрукты – это быстрые углеводы, которые дают толчок той же энергии. Для того, чтобы учиться, нужна энергия. Соответственно, нужно все-таки… Если нет завтрака, то и успеваемость может пострадать. Естественно. Какое же время думать о учебе, когда живот говорит совсем о другом? Кстати говоря, многие школы решают этот вопрос тем, что до начала уроков предлагают кашу ученикам, что тоже можно считать хорошим. И до начала, и после первого урока, в принципе, тоже можно пойти позавтракать. У нас в гостях была школьная медсестра Таллинской немецкой гимназии Ольга Сиза. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...